Спасибо, что все-таки нашли время для того, чтобы пообщаться, обсудить некоторые очень важные темы. И вот первый вопрос вам такой. Практически 77 лет назад Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками. Но сейчас, особенно на Западе, это преподносят немного иначе. То есть разрушают памятники советским воинам, отказываются от советской символики, чуть ли не обвиняют Сталина в том, что он наравне с Гитлером виновен в развязывании Второй мировой. И на ваш взгляд, почему это вообще происходит? Кому выгодно переписывание истории и для чего это делается? Да, это очень важный вопрос. И всегда надо стараться зреть в корень. И тут несколько главных причин. Наверное, одна из самых главных – это все-таки историческое, геополитическое противостояние Запада России, коллективного Запада российской цивилизации. Все-таки, если мы посмотрим на историю не одного, а нескольких веков, мы видим, что противостояние Запада, именно коллективного Запада, не только Германии или ныне США, но и всего Запада, оно началось весьма давно. И как минимум с момента примерно XV века, когда Россия при Иване Грозном начала расти, обретать силу. И сразу же столкнулась и с британским интересами, и с интересами германских земель. И дальше это все развивалось. И мы знаем, были и войны со Швецией, войны с Наполеоном, ну и потом с Гитлером. И, к сожалению, это все есть. И ту победу, которую одержала коллективная Россия, Советский Союз против нацизма, эту победу не могут простить, не могут с ней смириться силы, которые тогда проиграли. И поэтому этот реванш, он желаем у кого-то, он, так сказать, запрограммирован. Ну и тут появились и новые игроки США, как нынешний лидер западного мира, западной цивилизации. Поэтому это только одна из точек конфликта, отвечая на вопрос, вот эта историческая, борьба за историческую память, это одна из точек большого конфликта экономического, политического, идеологического, духовного. Это все существует, и это надо воспринимать как реальность, и это будет продолжаться. Но для чего переписывают итоги Второй мировой войны? Может быть, для того, чтобы выставить народ победителем не победителем, а проигравшим? И, следовательно, результаты Второй мировой войны тоже можно будет пересмотреть. Можно будет пересмотреть разделение каких-то территорий и так далее. В этом, может быть, тоже кроется ответ на вопрос? Это тоже составляющая этого конфликта. То есть идет еще и психологическая война. Нужно, да, это есть кое-кому нужно сбить, так сказать, настроение, принизить самоуважение, принизить гордость за историю своей страны. Это, конечно, это делается путем таким осквернения всей вот этой победы. А насчет территорий, то я думаю, что в этом тоже есть, конечно же, есть тоже рация для некоторых кругов на Западе. Потому что кое-кто не забыл и про Восточную Пруссию, кое-кто хотел бы, конечно же, хотел бы и разделение самой России. Извините, пожалуйста, что перебиваю. Польша же как раз недавно высказывалась о том, что можно поднять вопрос об аннексии Калининграда, Калининградской области. Да, у нас в Литве тоже постоянно эта тема муссировалась, что якобы Калининград только временно передан Советскому Союзу и так далее, и так далее, и так далее. Но это же палка двух концертов. Если начать творожить все эти истории, то окажется, что Клайпеда и Клайпедский край были нынешние Литве. Он 800 лет был германским. Литовцы там были в меньшинстве абсолютном. А также литовцы были в меньшинстве в Вильнюсском крае, в абсолютном меньшинстве, и тем более в городе Вильнюсе. Китай уже тоже сейчас пристают с Тайванем, пристают к Ирану, к Индии, которые отдельные цивилизации. Но надо сказать другую правду. То в отличие от... Вот среди всех этих крупных геополитических таких территорий, некоторые называют их цивилизациями, некоторые культурами, Среди них только Запад имеет такую черту. Ее еще заметил, кстати, сам западник, сам человек Запада, Освальд Штенглер. Как известно, был такой, можно сказать, политолог, мыслитель Освальд Штенглер. Он в начале 20 века проанализировал историю и многие другие науки и пришел к выводу, который, мне кажется, очень важен. Он сказал, что Запад отличается одной чертой. В его, если можно сказать, в генах заложено вот это стремление сделать весь мир Западом, охватить весь мир своей экспансией. И тут он не оставляет остальным культурам никакого выбора. Он, значит, и тут уже не только Штенглер, но и другие подмечают, что Запад думает, что только его ценности универсальны. Он почему-то так решил про себя, как сам себя назначил судьей и начал говорить, что его ценности универсальны. Там вот все нынешние прелести этих ценностей и так далее, которые там и гендер затрагивают, и своеобразное понятие прав человека, демократии и так далее, и так далее. И поэтому мы с этим будем постоянно иметь проблемы. И то, что сейчас проделывается в отношении Украины, в отношении Прибалтики, это все вот это проявление все той же упомянутой экспансии Запада. В то время как другие культуры, другие цивилизации, скажем, российская, скажем, китайская, скажем, индийская, скажем, африканская, латиноамериканская, они готовы сосуществовать с другими большими агломерациями. Они готовы к сотрудничеству. То, что сейчас называется, они готовы к многополярности. Но мы имеем одну такую весьма агрессивную цивилизацию западную, которая желает, вот не желает сотрудничества, она не оставляет другого выбора, как только вот захищаться от этой экспансии. И все, о чем вы говорите, Андрей, это все проявление, это уже все как бы проявление вот той сущности Запада, которую я сейчас обрисовал. И историческая атака на историю, и атака на территории, и экономическая экспансия, и давление санкционное. И так как развалили Советский Союз, то есть национализмом, нас всех поссорили, вот, тут, конечно, главный врок это США, в которой и сбежали все эти нацисты, и их пособники после войны, и из Прибалтики, и из Украины, а потом вернулись уже в лицах своих там внуков и так далее. Ну, примерно так. Хорошо, но вот, возвращаясь к вопросу о переписывании истории, одними из первых республик бывшего Советского Союза, где началась так называемая декоммунизация, стали страны Балтии. Почему именно там, одними из первых, поднялись вот эти антисоветские, антикоммунистические настроения? Вопрос, кстати, тоже хороший. Я как-то не задавался им, почему именно у нас началось, а не, скажем, на Украине. Хотя, хотя это все было насчет Украины одновременно, как вы знаете, и особенно на Западной Украине. Почему в Прибалтике это проявилось весьма активнее? Тут, наверное, несколько моментов. Если брать, скажем, Эстонию и Латвию, наши северные соседи, то там ясно было, что влияние Германии и Стандинавии исторически было весьма сильное. Очень много веков и Латвия, и Эстония были под скандинавскими или германскими, так сказать, властями. И поэтому они просто привыкли к внешнему управлению. Вот, и все. И пришло это внешнее управление. В 90-х годах уже, видите, США, и они как-то сразу поддались. А из США приехали все эти эмигранты, которые бежали от Койграша в войне. И завезли туда вот этот попудренный, немножко приукрашенный нацизм. В Литве чуть-чуть по-другому было, но, в принципе, похоже. У нас не было германского и скандинавского влияния такого сильного. Более того, Литва, она же была союзником Беларуси. ВКЛ, речь посполитая, вот если возвращаясь к истории. У нас с Польшей больше история общей жизни. Да, и именно с этим Великим Княжеством Литовским и Русским было полное его название, кстати. Там большинство земель и население было русскоязычное, если так можно выразиться так, про те времена. Но, опять же, мы попали под влияние Варшавы весьма рано. И от суверенности Литвы там ничего не осталось уже примерно в XVI веке. И потом мы попали под польское влияние. Ну, а Польша, она оказывала и оказывает у нас огромное влияние. Польша – это исторический соперник России. Она претендовала на те же славянские земли и объединить хотела их, но ей просто не получилось. Это у России получилось более органично и натурально. И поэтому у Польши большие счета насчет России. И плюс, конечно же, почему у нас так все быстро произошло. Потому что мы маленькие государства, понимаете. У нас у каждой страны, в Прибалтии, там Литва самая крупная, нет и трех миллионов. И поэтому для США это было очень легко. Там и с посольства в Вильнюсе или с посольства в Риге все это проделают. С Украиной было чуть тяжелее. Это намного больше страна, понимаете. Там с Казахстаном еще другая история. Ну, Грузия, пример, кстати, тоже небольшой страны, которую можно легко… Ну и нужно сказать другую вещь, что Россия дремала все эти 30 лет почти что, понимаете. Ну или по крайней мере, первые 10 лет после развала Советского Союза Россия полностью оставила работу на этой территории, именно идеологическую работу. Это очень важно. Я считаю, что государство без идеологии, оно не жизнеспособное. И поэтому нам привили вот эту националистическую, временами нацистскую идеологию. Вот примерно так. А какой, на ваш взгляд, должна быть идеология, которая смогла бы воссоединить теперь рассоренные и разобщенные славянские народы? Да, тоже очень важный вопрос. Я думаю, что в ней должны быть две составляющие, примерно на равных правах. Первая составляющая – это цивилизационная, историческая. И второе, я бы сказал, социальная и экономическая. Насчет второго, потому что про первое я уже упомянул. Насчет второго. Нужно, чтобы народы чувствовали социальную справедливость. Чтобы они не только чувствовали братство историческое, братство по крови, братство по культуре, но и чтобы они чувствовали, что власть готова жизнь свою отдать за социальную справедливость. За то, чтобы не было контрастов между олигархами и социальных контрастов, и простым населением. Вот эта социальная справедливость – это очень важно. И тут очень многое надо еще сделать. И нужно просто, чтобы… То есть государство должно проводить четкую, очень социальную политику. Вот как в Китае, например, совсем другая история, да? Но… и цивилизация. Но они за последние 30 лет из нищеты вытащили почти 1 миллиард населения. 800 миллионов населения. Вот у них была государственная программа вытащить из нищеты… Значит, ну там была большая нищета, конечно, в провинции. Но они это сделали. И они помнят и уважают свое прошлое, в первую очередь. И плюс, и плюс уважают и гордятся своим прошлым, да. И сейчас я к этому тоже вернусь. Но, вы знаете, есть такое выражение еще со времен раннего средневековья. Святой Агустин сказал, что государство без справедливости – это шайка бандитов. И я бы добавил без социальной справедливости, потому что справедливость, она всегда конкретная, вы знаете. Она всегда проявляется конкретно в нашем каждодневном житии. И если нет социальной справедливости, то государство теряет как бы свое оправдание. И поэтому нужно сильное государство, которое бы представляло интересы не только олигархов или бизнеса, но и широких слоев населения. Чтобы эти слои были, чтобы их представители были во власти тоже, и в парламенте тоже, и в разных структурах власти. А насчет культурной очности, я уже говорил об этом в начале нашего интервью. Что надо, школа, которая сейчас в России начинает делать, надо, да, преподавать историю своей страны. И очень делать это... Я помню, я ходил в школу, в советскую школу при посольстве СССР в ГДР в 70-е годы. Я помню, как нам преподавалась история Советского Союза, и причем всех народов, включая Литовского. И как мы чувствовали гордость за великую страну и за то, что там, и за первые пятилетки. Я помню эти уроки, хотя я там был еще в третьем-четвертом классе, но что вот мы там преодолели, что мы, значит, несмотря на все внешнее давление, эти пятилетки нам позволили и индустриализацию сделать, и вооружиться перед войной, и так далее, и так далее. И были пионеры-герои. Героизм был, понимаете, вот даже я сейчас в своем архиве немножко порылся, нашел там, была клятва пионеров, значит, мы клялись. Потом все это нивелировалось, особенно в поздние брежневские времена, там это все стало формальностью, но сама суть, клятва и так далее, что-то святое, вот это очень важно. Ну вот опять же, о героическом прошлом Советского Союза, возвращаясь к тому, что сейчас имеют место, можно сказать, самые настоящие акты вандализма по отношению к памятникам. Вот, например, памятник Жукову недавно демонтировали, и более того, в той же Молдове Санду сказала о том, что Георгиевскую ленточку нужно отправить в ведро истории, или что-то в таком духе. В общем, как-то очень грубо выразилось об этом. Но, тем не менее, то, что на Украине нацистская символика является чуть ли не государственной и никак не запрещается на Западе, почему-то никакого неодобрения не вызывает. Вот с чем это может быть связано? Откуда такие избирательные взгляды на историю? У Запада вы имеете в виду? Да, да, в первую очередь. Да, ну, это двойные стандарты, они всегда были для Запада привычные, они всегда считали, что они имеют право на колонии, а так как Украина это очередная колония, то можно этим там, как они считают, наверное, аборигенам дать поиграться в их местные игры. Если эти местные игры местных людей, вот украинцев, поднимают антироссийский дух, значит, все хорошо. Значит, это же настраивает против России, это отделяет, это стравливает народы, значит, это хорошо, значит, это надо воспользоваться этим. И все. Поэтому тут я давно уже не имею никакой иллюзии, что они просто молчат об этом. И самое интересное, что Израиль молчит. В принципе, это часть западного мира, правда, со своей спецификой, но, в принципе, это часть западного мира. И Израиль, который пострадал от бандеровцев очень сильно, ну, я имею в виду евреев, вот, они, в принципе, их государство, в принципе, молчит. Тут все же понятно, что на Майдане был переворот, что там орудовали, не все там были нацисты, но много было нацистов. И это все хорошо, что против России. Поэтому, а то, что вы упомянули Санду в Молдове, ну, у нас такие тоже есть проявления. У нас запретили Георгиевскую ленточку недавно, запретили даже буквы «З» и «В» латинские. Ну, это просто, может быть, боязнь тоже в этом проявляется. Провинциализм, вот, и последствия вот воспитания в таком националистическом, а местами и в нацистском, нацистском, потому что в Латвии, мы знаем, проходят парады легионеров СС. В принципе, тоже западцы об этом знал, что входят ветераны легиона СС латышского и ничего. Ну, вот, здесь дело в том, что они всегда очень гордятся, заявляют постоянно о какой-то своей демократии, о всеобщем равенстве, об отсутствии дискриминации. И вот ту же Беларусь, например, нашу страну, они чуть ли не с момента прихода к власти Александра Лукашенко обвиняют в том, что это какая-то очень страшная диктатура, что тут нет никаких свобод, нет никаких прав. Но в то же время у себя они запрещают вещание российских каналов, тот же Russia Today, запрещают любые публикации, где, например, одобрительно бы отзывались о Путине. Что за избирательность такая вот в этом вопросе, именно в вопросе информационном? Ну, информационные, да и не только, там права человека тоже у нас вовсю ущемляются, и у меня много друзей, знакомых и в Прибалтике, и в Польше, которые и в тюрьме сидели, и сидят до сих пор. Например, Сергей Серединко в Эстонии. Его посадили только за то, что он с Россией, насколько я понимаю, с российскими коллегами анализировал антифашистские темы и фашистские темы. Вот и все. И это опять же те двойные стандарты. Тут это ничего тоже уже не удивляет, это давняя практика, как и в самих США, там вся оппозиция зачищена уже давно, никто, кроме двух крупных партий, не может участвовать в политической борьбе. В России, 17 спецслужб орудуют на территории США, они в самом зачатке ликвидируют любых лидеров негритянского населения. В самом зачатке эти люди устраняются. А насчет Белоруссии, вы упомянули, вы знаете, да, у вас сильная жесткая власть, и, кстати, похожая власть по жесткости и во многих европейских странах. Но есть одно различие. На кого работает такая власть? Я и мои коллеги видим, что у вас жесткая власть, но зато она работает на большинство населения, на интересы большинства. О чем я и говорил недавно с вами, что за социальную справедливость, за простого, так сказать, раньше называли колхозника, сейчас там у вас работника агрокомплекса. За простого человека, а не за олигарха. А там, на Западе, это сильная, жесткая и местами диктатурная власть, она работает на кучку олигархов, на кучку там каких-то никому. На власть имущих. Да, которые там прячутся за кулисами и управляют, разные банкиры и так далее. Вот и все. То есть, по сути, это везде власть жесткая. Я не видел нигде мягкой власти, потому что мягкая власть исчезает быстренько, как было с Горбачевым или с Николаем II в 17-м году. Тут приходит жесткая власть. Вопрос, работает ли она на большинство населения той страны или она работает на меньшинство. Вот и вся разница. А все эти сказки про демократию и права человека, это для дурачков. Вот с вашего позволения хотелось бы снова вернуться к теме Украины, которая вроде как изначально соглашалась на переговоры, соглашалась на переговоры даже на территории Беларуси. Потом они отказались от Беларуси в качестве переговорной площадки, предлагали Турцию, какие-то еще страны. Но суть-то в том, что переговоры, они, и это, я думаю, очевидно всем, затягивают намеренно. Вот в чью пользу, для чего это делается, в принципе, как вы считаете, какая цель у этого намеренного затягивания переговоров? Ну, вы знаете, я вам скажу мое личное впечатление. Я и как бывший дипломат, и участник многих переговоров, и как политик сейчас могу сказать следующее. Ну, все это было очень несерьезно, мне кажется. Единственное оправдание, которое я видел со стороны России, для России оправдание этих переговоров, это по возможности, наверное, все-таки они нужны. Вопрос другой, с кем там переговариваются, чтобы облегчить, значит, судьбу этих военнопленных, а также гуманитарные коридоры. А вот это единственный момент, наверное, который оправдывал и в какой-то мере оправдывает эти переговоры. Но все другие вопросы, которые там возникали на переговорах, они, мне кажется, были, нереально было их обсуждать, по моему скромному мнению, как наблюдателя. Потому что киевские власти, как говорится на русском, они не договороспособны. Они не хотели никогда, по сути, договариваться с Россией, никогда не хотели. Да им и не позволяли. Их внешние кураторы, там, США и так далее. Я уже не говорю о том, чтобы вести переговоры с Зеленским. Мне кажется, это... Но это только по... Вынуждены, наверное, были российские власти это делать. Потому что, по сути, это невменяемый человек, который, так сказать... Я воздержусь от его оценки, но мне кажется, что с ним невозможно договариваться. И вот, опять же, к более глобальным вопросам. К вопросам всех тех санкций, которые в последнее время, а их вводили уже давно, но особенно в последнее время, их начали вводить прямо усиленно. И они сотрагивают вообще все сферы. И даже простых людей, которые к политике, в принципе, не имеют никакого отношения. И это, опять же, очень сильно, так или иначе, меняет так называемый баланс сил в мире. А когда обстановка экономическая, политическая вернется в привычное русло, или, может быть, она в него не вернется, и мир каким-то образом перестроится? Что вы думаете по этому поводу? Я давно чувствовал, но последние месяцы меня окончательно утвердили в моем мнении, что этот разрыв с Западом, с нынешним Западом, в котором доминирует США, по крайней мере, в такой форме Запада, где гегемон США, с таким Западом у России навсегда произошел конфликт уже на все времена. Единственное, я делаю тут оговорку, пока там, значит, главное это США, потому что США, совершенно отдельная история, они просто как бывший гегемон не могут согласиться с утерей своих позиций. Когда США каким-то образом либо ослабятся, либо исчезнут в своей внутренней войне гражданской или еще какой-то, тогда, возможно, Россия вернется к какому-то более-менее приемлемому статусу отношений с Западом. Потому что остальной Запад, ну еще Британия, я бы куда-то перечислил, США, англосаксы, то есть англосаксы. Вот с ними, вы знаете, я всегда цитирую, мне кажется, кто-то из ваших адмиралов сказал в XIX веке, что хуже конфликта с англосаксами есть только дружба с ними. Есть такое выражение, да. Да, и оно оправдывается. И я думаю, не нужно иметь никакой иллюзии насчет англосаксов. Главное, чтобы Запад в этом смысле разъединился, и чтобы германо-романская часть Запада, то есть северные страны, значит, Скандинавия, Германия, плюс романские страны, значит, Средиземного моря, то они как-то, они более обменяемые. У них уже вот эта вся спесь захвата всего мира прошла уже давно, когда они получили там свое во время больших войн. А вот США еще не получилось, так сказать, своей порции в каком-то большом конфликте, поэтому они постоянно возникают. Но пока США в таком доминантном статусе, то возврата назад у России не будет. И мне кажется, Россия правильно делает, что разворачивается полностью на другие регионы. На юг, на восток, на Бразилию, на вот эту Латинскую Америку. Потому что в Азии будущее, в 21 веке, там уже большинство населения живет, экономит. Вот, и вот в этом регионе, и, кстати, санкции помогают это делать, Андрей. Санкции помогают импортозамещению, помогают отечественной, значит, возрождению отечественной продукции в России и во всем этом регионе, и в Беларуси тоже. И я думаю, что в этом перспектива, в этом направлении. И я уверен, что этот регион намного перспективнее западного, вот этот евразийский регион, потому что в нем и ресурсы есть, значит, натуральные, и много населения. Тут и Китай, как всемирная фабрика. Вот. И все тут есть. Культурная общность. А на Западе что? На Западе, во-первых, там сейчас ждут очень сильное подорожание всего. Они не привыкли. Без российских ресурсов у них все пойдет. Это дороговизна. Плюс у них идет раскол по национальному и религиозному линии, потому что мусульманское население там растет. И поэтому у Запада очень сильные проблемы нарастают. В этом смысле. И еще вот такой же вопрос, он связан с тем, с теми, как вы выросли, с двойными стандартами. Да и не только вы, в принципе. Эти двойные стандарты это уже общеупотребительное выражение. Появлялись сообщения о том, что в Германии из квартир выселяют беженцев из Афганистана, чтобы было место, где можно разместить беженцев из Украины. И это похоже на, опять же, какую-то избирательность, несмотря на то, что по их заявлениям дискриминация там отсутствует, в принципе, в любом виде. Но как это назвать, если не дискриминация? Почему это происходит? У нас... Мы... Значит, тут в Литве с нашими единомышленниками это просто называем расизмом. Это чистый расизм. Вот это радушное принятие беженцев из Украины как контраст к полному нежеланию принять, вот когда через Беларусь шли беженцы к нам из Сирии. Это же расизм. И, кстати, арабские страны это видят. И это запоминают. Это тоже придает дополнительное напряжение в отношениях арабских стран с Западом. И это возможность сближения Евразии, России с арабскими странами. А это чистый расизм. Я видел, как этих бедных людей в Костов-Конслаге запирали, которые проходили нашу границу в Беларуси. Все. А такие же люди, которые приехали из конфликта на Украине, они получают сразу же огромные выплаты по сравнению с этими прежними. И полный прием. То есть, это чистый расизм. И вот в завершение нашей беседы хотелось бы задать такой вопрос. Он касается непосредственно вашей страны. Вот как думаете, возможно ли в Литве, в принципе, возможно ли в Литве приход к власти политиков с другими взглядами? То есть, не таких, как их можно назвать правых, а политиков, для которых все-таки что-то значит социальная справедливость, равенство, и другие ценности? Конечно, конечно, возможен. Другой вопрос, когда это реально? После вот 30 лет зачистки пещерного антикоммунизма, пещерной русофобии, конечно, у многих мозги промыты у населения, но не у всех. И это зависит от работы, от того, насколько будет работать и наше движение «Заря справедливости», и другие похожие движения, они есть. надо просто иметь в виду, что против нас будет использоваться вся мощь пропаганды и репрессивных органов, но... При поддержке Запада, естественно. Конечно, конечно. Но «сила в правде» есть такая хорошая русская поговорка, и рано или поздно правда победит, надо будет только работать, надо будет иметь терпение, и будет, наверное, времена нелегкие, они уже начались. Но я думаю, что в конце концов все-таки иного пути нет у литовского народа, как добрососедство, хорошее отношение с Белоруссией, с Россией, потому что это наша история, это наша геополитика, мы намного ближе к белорусам и к россиянам по своей истории и ментальности, чем к американцам, намного ближе. Это доказывает вся историческое наше развитие. И просто люди поймут, что их толкают в печку войны. Именно Запад толкает, а выход только в мире, в хороших отношениях и, конечно, в социальной справедливости. Но за это нужно бороться, за это нужно каждый день бороться. Но тем не менее, я думаю, у вас все получится. Спасибо вам огромное за беседу, за интересный содержательный разговор, за то, что выделили время, самое главное. Было приятно пообщаться. Спасибо. Мне тоже интересно. Спасибо вам. И удачи. И вам тоже всего хорошего.